итак дорогие друзья и подписчики приветствую на моем канале сегодня мы поговорим про выбор первого героя стартового героя в игре raid shadow legends в общем то какой герой считается самым лучшим какие герои менее популярны каких героев многие там блогеры либо игроки не рекомендуют брать вовсе я скажу так что если вы хотите максимально быстро освоить весь контент все эти герои по большей части подходят но есть скажем такое разделение на два типа героев которые могут быть полезны в сложных подземельях сложных данжи и например если это клановый босс то многие хотят быстро увидеть весь контент в игре и для кланового босса особенно хорошо подходит к л потому что на клановом боссе используются яды это удар тьмы атака по врагу с вероятностью 80 процентов накладывают яд 2 и 5 процента на 2 хода 2 и 5 процента это немного но на старте это все-таки хорошо и есть пятипроцентный яд это распад также есть массовая того и атака по всем вашим противникам это хорошо для компании для подземелий для прохлаждения цитадели многих атака по всем врагам что делает в общем то всех стартовых героев универсальных у них у всех есть массовая так она и аура у всех это увеличение здоровья союзников во всех боях на 15 процентов конкретно пока или этот навык кислотный дождь достаточно интересен но в общем то он хорошо идет по ядам а я да у нас на клан босса считается достаточно хорошим универсальным но он более слабый на паучики если вы хотите лава рыцаря в лавам в замке лава рыцаря добываются артефакты тогда нам больше подходит отель потому что она дает три удара по врагу тем сам накидывает еще слабость и три удара по врагу быстрее открывают щит плюс есть массуха это клинки богов атака по всем врагам также у нее есть озарение накладывает на себя бонус атаки как даже правильный будет вы накладываете на себя озарение увеличиваете бонус атаки в определен при определенных обстоятельствах бонус защиты и потом накидываете через клинки богов но уже в одиночную цель соло цель как любят горит игроки ходите и наносите три раза это хороший в принципе хороший навык хороший герой еще накидывает слабость слабость режет сопротивление у врагов и тем самым вы будете больше наносить урона но это все в соло цель потому как люди выбирают как вот принято говорить что самый лучший герой такая на втором месте это а вот галик и лн это герои которые ну скажем так похуже они универсальные но у них нету специализации они на паучейку пойдут и много куда пойдут но например на клан боссе и на замке лава рыцаря они будут менее эффективны вам придется искать каких-то дополнительных героев которые будут закрывать этот недостаток по урону я в свое время выбрал лн и по большей части не жалею это меткий выстрел если атака была критически наносит еще один удар но есть смысл качать в крит шанс потом небесная стрела это атакует одну цель затем всех врагов если цель погибает накладывать на себя бонус крит шанса ну по сути это масуха и вот есть вторая масуха это длина смерти это атакует всех врагов также аура это увеличивает здоровье союзников во всех боях на 15 процентов потому как стартовый герой он достаточно универсальный ну и галлы как считается вообще таким аутсайдером он прям на четвертом месте все его многие новички выбирать галлы как ну что то орк выглядит прикольно солидно такой интересный чувак но считается он достаточно героем слабым хотя он атакует врага два раза что может быть еще кое-как прокатит на замке лава рыцаря но опять же это все в первый месяц игры восставшие из ада но играть им по принципу если вы хорошо прокачали можно им еще какое-то время поиграть но потом более интересные герои будут на вашем аккаунте вашей коллекции появляться второй навык это восставший из ада атака по всем врагам накладывает на себя бонус скорости 30 процентов на два хода если его заточить развитию прокачать на три звезды атака по всем врагам шанс критического удара плюс 15 процентов накладно себя бонус скорости и вот у нас есть проклятый топор это такой случайной цели четыре раза в это при прохождении компании это хорошо это страна штраф защиты это ну один из немногих стартовых героев который дает штраф защиты это навык слабости такой как есть у отель потому здесь более-менее нормально более-менее интересно штраф защиты поможет быстрее проходить ту же кампанию данжи подземелья цитадели в общем-то вполне нормальный герой но единственно что у него нет какой-то очень узкой специализации как у кэлеву и у отель и аура стандартно для всех стартовых героев увеличивает 2 с юзников во всех боях на 15 процентов потому вы можете выбирать согласно каким-то гайдам согласно внешнему виду героя согласно тем как вот он ну понравился там как бы описание более убедительное там моделька персонажа больше нравится игру любого из этого героя если вы выберете если вы несет какой-то контент не проходите то проблема уже не в стартом герой а в подборке тех героев которые у вас есть на аккаунте потому что это все четыре героя так и они все имеют стихию магии они все класса так они по сути могут выполнять практически те же задачи и проходить практически тот же контент повторюсь если у вас что-то не так стартом героям или вот вы не можете пройти куда-то дальше тут проблема скрип в подборе всех эта игра про пати про взаимодействие с героями про подбор своего отряда команды потому одним стартом героем вы весь контент в игре не закроете потому все будет зависеть от того какие герои у вас будут проявляться на аккаунте по мере прохождения игр потому если выбрали казалось бы по вашему мнению неправильного стартового героя или каких-то гайдах и говорят что этот герой там менее выигрышный там менее классный там ну или не такой крутой как остальные вы можете из редких осколков они все равно будут падать грубо говоря за месяц игры вам все равно все эти герои выпадут и вы можете ну потом выбрать все другого дела стартово предыдущего своего оставить он пригодится там на других каких-то других к в других главах компании в других цитаделях и в собственном других режимах как я все время выбрал например это л.н. это лучница но в то же время у меня стека или галлыки есть и галлыка я активно использую в войне фракции галлыка использую каэля вот такой вот у нас темный эльф я его использую на клан боссе отель в принципе можно будет использовать даже если вам она перестанет рации и все равно можно использовать его и на фракции и в замке лава рация потому все эти герои мы скажем их эффект они все на четверку с плюсом здесь каких-то на самом деле супер плохих героев нет они все и по большей части играбельные в общем то все будет зависеть от того насколько быстро сможете развить свой аккаунт и как бы быстро быстро продвигаться по контенту открывать какие-то новые этажи башен и в общем-то в одевать более классные артефакты может если водить слабый шмот слабый артефакт слабый тегеров прокачать они в общем то все будут играться посредственно если одеть хорошо соответственно результат будет выше среднего такое было мое мнение подписываемся на канал